МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир селеканала ННТ. Продолжают новости. Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале коротка главы. Сотни боевых вылетов и десятки уничтоженных немецких кораблей и танков. Почему самолет героя СССР Юсупа Акаева догнивает во дворе музея Буйнакска, выяснили наши корреспонденты. Социальный контракт помогает людям дать старт своим бизнес-планам. Как идеи воплощаются в реальность у людей с ограниченными возможностями, расскажем в выпуске. Желание быть первым. Во дворце спорта имени Али-Алиева завершился чемпионат Дагестана по боксу об участниках и победителях через несколько минут. В Кизлярском районе недалеко от села Чечень задержаны браконьеры. 1360 экземпляров в облах жереха, судака и леща. Весом 195 килограмм было обнаружено в машине нарушителя. Рыба, резиновая лодка и транспортные средства были изъяты. На следующий день в этом же месте был задержан уже другой гражданин, который незаконно добыл 258 килограмм рыбы. Почти тысячи рыб, среди которых в облах сазан, жерех, судак, лещ и русский осетр были найдены при досмотре багажника его мотоцикла. Собранные по делу материалы переданы в МВД по Кизлярскому району. Нарушителей немало как на воде, так и на суше. Как сообщили в пресс-службе Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора, некоторые земледельцы оставляют полиэтиленовые пленки после сбора урожая на сельскохозяйственных землях, тем самым причиняя им колоссальный ущерб. Такая ситуация сложилась в Карабудахкенском районе. На площади более 4 гектаров кружат лоскутки и пленки, оставшиеся после сбора урожая бахчевых. Отделом земельного государственного надзора Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в результате обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории Карабудахкенского района вдоль трассы Ростов-Багу у поворота на санаторий Каспий в площади более 4 гектаров арендованным участком было допущено нарушение по части 2 ст. 87 КОАП РФ «Неуполнение обязанностей по рекультивации земель обязательных мероприятий по учению земель и охране почвы». То есть при выращивании сельской продукции применялась полиэтиленовая пленка, которая впоследствии не была убрана. В том, в свою очередь, наносит серьезный ущерб ценным землям сельхозназначения. На данный момент предприниматель приглашен для выяснения обстоятельств управления». Неплановые проверки в махачкалинских школах. Накануне исполняющий обязанности начальника управления образования города Марат Ибрагимов совместно с коллегами посетил столичную школу номер 37. Комиссия выявила ряд нарушений. Так, на входе в образовательное учреждение отсутствовал металлодетектор и не было дежурного учителя. Осмотрев столовую, комиссия подняла вопрос наличия необходимых продуктов и порядка в рабочей зоне. Марат Ибрагимов также посетил уроки в начальных классах. Подобные внеплановые проверки на регулярной основе проводятся по поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева. «Коллективом аппарата управления образования прибыли на внеплановую проверку для того, чтобы в первую очередь осуществить мониторинг норм пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Конечно, для нас очень важно, как поступают продукты питания в наше учреждение. Эта работа будет систематически продолжаться ежедневно, потому что приоритетное значение, приоритетное направление мы будем уделять именно вот этим процессам, наряду со всей образовательной программой в будущем. Мы распределили всех работников управления образования по всем подведомственным организациям в ежедневном режиме, планово мониторинг всего этого процесса будет осуществляться. У нас важно, что очень хорошая и правильная реакция у руководителей подведомственных организаций. Есть кое-какие нарушения, которые будут в дальнейшем, конечно же, устраняться. Сейчас не буду перечисляться, но, тем не менее, есть нарушения, связанные с безопасностью, связанные с продуктами питания. Я уверен, что мы совместно выстроим эту работу на более серьезный уровень. Социальный контракт Минтруда Дагестана помогает людям дать старт своим бизнес-планам на реализацию таких проектов в республике. В 2022 году предусмотрено около 1 миллиарда рублей. Паралимпийская спортсменка, чемпионка мира и Европы по паратэквондо Сакинат Магомедова, стала участницей такого проекта. Все подробности в сюжете о Сельманаповой. Идеи были всегда, но, как обычно, не хватало денег. Превратить свои эскизы в красивые изделия из металла и дерева Сакинат даже и не думала. Но проект «Социальный контракт» помог все реализовать. Вообще не думала, что я займусь таким делом, немножко для меня необычным. Но рисовать всегда у меня неплохо получалось. И благодаря этим рисункам я поняла, что эти рисунки можно воплощать в чего-то более интересное, идейное. Это воплощать в дерево, в металл и в такое интересное искусство. Сакинат собрала необходимые документы, подала заявление и прошла комиссию. В бизнес-плане она прописала все – от инструментов до сырья для изготовления эскизов. Как только выплата поступила на счет, она закупила необходимое оборудование. Сейчас девушка занимается изготовлением предметов интерьера. Для создания мелких изделий Сакинат приноровилась работать ногами. Более крупные виды работ выполняет на специализированном станке по работе с металлом. В скором времени она планирует перейти от индивидуальных заказов на изготовление сувенирной продукции. Я очень надеюсь, что сделанные работы, да, это сейчас исключительно… Моя как бы работа – это реализовать еще сделанные работы, как бы, да, поэтому когда человек новый на рынке именно в таком плане, как бы, да, немножко бывает сложно как бы себя вот как преподнести, вот как людям вот показать свое вот это искусство, да, кто-то поймет, кто-то нет, поэтому это немножко бывает сложно. Но я думаю, что я с этим справлюсь, вот, и я хочу именно в этом направлении двигаться. Я хочу, чтобы в дальнейшем мое дело это развивалось. Очень хочу, почему? Потому что мне нравится искусство. И я хочу также приобщить детей тоже к этому искусству, чтобы дети тоже учились и могли себя как бы реализовать именно со стороны искусства. Не все же дети хотят спортом заниматься. Всего в прошлом году по индивидуальному предпринимательству в Дагестане было заключено 378 контрактов, а это значит, что почти 400 человек в нашей республике смогли свои бизнес-идеи воплотить в реальность. На сегодняшний день мы начинаем работу, в 2022 году также реализовать эту программу по социальному контракту, и мы ждем наших граждан, готовые им подсказать, провести все необходимые консультации. Также хотелось бы сообщить гражданам, они как Управление социальной защиты насилия по Махачкале могут представить документы, также и в МФЦ. Отметим, что государство предоставляет деньги на безвозмездной основе. У людей только одно обязательство – улучшить материальное благополучие своей семьи. Асельма Наполамурат Бекбарзов, новости ННТ Махачкала. Акция по доставке горячего питания медработникам Красной зоны продолжается. На этот раз врачам первой городской клинической больницы Махачкалы подарили торт размером метр на два с надписью «Спасибо, доктор». Также медикам передали горячие обеды из 100 ящиков хормы. Напомним, что мероприятие проводится по инициативе главы республики Сергея Меликова при поддержке бизнесменов города и Министерства по молодежной политике Дагестана. 16 лет назад самолет Юсупа Акаева подняли со дна Черного моря, и желающих выставить у себя боевую машину прославленного летчика было немало. Однако руководство Буйнакского района выразило желание, чтобы самолет и их земляка был представлен именно на его родине, в Буйнакске. Министерство обороны страны охотно пошло в этом вопросе навстречу. Вот тут и начались во многом печальные события с самолетом Ил-2. Слово Ларьяни Шумхалаевой. Самолет по замыслу должен был красоваться на постаменте во дворе музея боевой славы Буйнакска. Но оказалось, в машине героя Советского Союза не нашлось там места. Причина, по словам бывшего руководителя музея, банально – двор культурного объекта оказался продан. Из-за этого летательный аппарат перенесли в другой двор другого музея историко-краеведческого. И вот здесь более шести лет самолет, или вернее то, что от него осталось, съедает коррозия. Почему вот в таком состоянии, как вы говорите, почему не там, где самолет сказали передать музей боевой славы имени Супакаева в Буйнаксном районе? Почему не там? Вот спросите, я тогда отвечаю. Потому что мой двор забрали. Я ночами не сплю, думаю об этом самолете. Помогите мне подать в суд. Как ситуация дошла до такого печального положения, точно сказать не может никто. Сотрудники музея указывают на районную власть, чиновники на Министерство культуры, журналисты и представители ОНФ запутались в поисках начала и конца всей истории. Тот случай, когда все все знают, но не могут сказать, как быть. Его сейчас восстановить, это не представлять, по моему мнению. Это невозможно. Вы сами посмотрите, как истончался металл. Его сварить, его заклепать. Он будет разваливаться. Его вот так по частям, как он есть, поставить, значит, все впереди, кабина, все, вот так можно сохранить только. Ты другого ничего не сделаешь. Думали, сделать макет, выделить место, поставить этот макет, чтобы люди знали. Но вот так его выставить как-то, некрасиво, видеть, его надо как-то упорядочить. А как это сделать? Наверное, специалистам и надо посоветоваться. Здесь и металл есть, тут и железо, тут есть и алюминий, тут все есть. Поэтому что-то делать, вот тронешь его, он разваливается. Вот, посмотрите, насколько он истончился. Несколько регионов просили, чтобы этот самолет оставили у них. В 2016 году его подняли. В 2017 году его доставили сюда, в Дагестан, так как это наш земляк, и здесь он жил. И мы считаем, что вот такие экспонаты, самолет, на котором воевал герой Советского Союза, не должен находиться в таком состоянии, и нужно предпринять все меры. Были встречи, как нам озвучили из Министерства культуры, что была какая-то договоренность с районной администрацией, с Министерством культуры и с музеем «Россия. Моя история» о том, что, возможно, этот экспонат установят там. Но дальше разговоров дело не пошло. И мы настаиваем на том, чтобы это обязательно к 100-летию, а оно случится в этом году, в августе, к 100-летию рождения нашего героя, чтобы самолет занял достойное место. В районной администрации тоже в курсе ситуации. Здесь не отрицают, что самолет от Минобороны передали именно району. При этом замглавы ссылается на то, что находится боевая машина на городской земле. Следуя его логике, решать эту проблему должны все сообща. Мы расположены на территории города Буйнакска. В музее, во дворе музея. Вы были там, да? Видели этот самолет? В каком он состоянии? А кто должен его посмотреть? Вы будете задать себе вопрос и ответить? Это контора. Наша администрация представляет все населенные пункты Буйнакского района. Вы понимаете? Надо собраться с двум главам города и района, совместно с республиканством комитета по делам ветеранов, Великой Отечественной войны, и принять к единому нелегу. Где его устанавливают? Кто его будет восстанавливать? Может, там его оставить на месте? Там тоже можно оставить его. У нас в районе, в какой силу его поставить? Он его отец с Нижнего Чонгутая, а мать с Нижнего Казанища. В какой силу его поставить? Удастся ли полностью восстановить фюзеляж самолета, совершившего сотни боевых вылетов, неизвестно. Одно из предложений экспертов – все же привести фрагменты истребителя в Махачкалу, в музей «Россия. Моя история». Расположив в одном здании оригинал и точный макет самолета, дополнить композицию мультимедийными данными. Получится это или нет, покажет время. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Буйнакск. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим. Не переключайтесь. В дагестанских огнях произошел несчастный случай. Там при выезде с частной территории водитель грузоподъемной машины задел ворота, которые упали вместе с забором. В это время неподалеку играли двое маленьких мальчиков в 8 и 4 лет. В результате обрушения забора один ребенок погиб на месте, другой госпитализирован. Накануне на 24-м километре автодороги Махачкала-Верхний Гунип 31-летний местный житель, управляя автомобилем БАЗ 9-й модели, совершил наезд на 47-летнюю жительницу Махачкалы, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате транспортного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Жители поселка Баматбикюрт Хасавюртовского района собрались, чтобы остановить работы по проведению высоковольтных линий через их населенный пункт. Ранее с таким же требованием они проводили митинг у здания администрации Хасавюрта. Но город планов не изменил. Пресс-служба администрации заявила, что работы ведутся согласно ранее утвержденному плану. Линии проходят по общественной территории, мимо частных домовладений. На место прибыли сотрудники полиции. Еще один стихийный митинг. Сегодня на улицы вышли жители села Кокашура Карабудахкенского района. Они недовольны тем, что их односельчанин, предположительно бывший чиновник, через подставное лицо приватизировал земли села. Большая группа людей сначала решила направиться к главе администрации района, а после в Махачкалу, чтобы выразить свое недовольство. На место прибыли сотрудники полиции. Осталось только подключить. В конце 2021 года администрации Махачкалы была проведена работа по установке трансформатора мощностью 630 кВт на территории одного из садоводческих обществ Лининского района города. Это было связано с тем, что жители микрорайона жаловались на постоянные перебои со светом и слабое напряжение в сети. После проведения всех необходимых работ сотрудники ЖКХ направили обращение в Дагенерго с просьбой подписать техническое условие на подключение трансформатора. Но энергетики пока с этим не спешат. На сегодняшний день нам пока не выдано технические условия на подключении данного трансформатора. Как только будут они получены от Дагенерго, работа по подключению будет проведена и восстановлено нормальное электроснабжение данного микрорайона. В рамках данного проекта нам было установлено 27 опор, протянутая высоковольтная линия более 800 метров, плюс 130 метров протянутая низкая линия для подключения жителей. Работа была проведена качественно, хорошо. И на сегодняшний день вопрос только в получении технических условий от Дагенерго и подключения трансформаторов. В Хазавюрте начали функционировать новые линии общественного транспорта по улицам Бараненко и Набережная. Раньше эти улицы были местом незаконной уличной торговли. Проезд маршруток был невозможен. В конце 2021 года городскими службами они были приведены в порядок. С сегодняшнего дня, с 9 февраля, уководством города было принято решение для подготовки к благоустройству улицы Татурбиева на неопределенный срок перекрыть. Так как для того, чтобы произвести подготовительные работы, нам необходимо освободить от транспорта данную улицу. Маршруты, которые проходили и курсировали по улице Татурбиева, сегодня уже направлены часть по улице Набережная, часть по улице Буйнакская. В Махачкалинских дворах тоже совсем скоро будет порядок. В Рио вице-премьера республики Манвел Мажонс на своей странице в Инстаграм сообщил о планируемом благоустройстве 23 дворовых территорий в столице Дагестана на 168 миллионов рублей. Работы будут проведены в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды и реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках проекта будет произведена установка детских и спортивных площадок, отремонтированные проезды и тротуары с дополнительным освещением, установят урны и лавочки. Объекты будут оснащены стендами с дизайн-проектом, где будут указаны данные сотрудников, ответственных за благоустройство. Сегодня Международный день стоматолога – праздник врачей, благодаря которым наша улыбка всегда будет красивой, а зубы – здоровыми. Буквально за несколько лет медицина в области стоматологии сделала огромный шаг вперед, и наши коллеги побывали в одной из частных стоматологий, в которой специалисты применяют последние инновационные технологии. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Без боли, слезы, страха детский стоматолог Нажава от Магомедова находит индивидуальный подход к каждому ребенку. Вообще, на самом деле, в кресле главный ребенок. То есть, если ему что-то некомфортно, ему что-то не нравится, мы сразу восстанавливаемся, спрашиваем у него. Если на взрослом приеме главный стоматолог, то здесь главный ребенок. Вплоть до выбора мультиков, все решает здесь он, а мы ему только подчиняемся, можно так сказать. Ну, контролируем его. Детский стоматолог сами, как дети, мы с ними играем и отпускаем домой. То есть, нам главное, чтобы ребенок нам доверял. В клинике Джентл Дентл лечат как взрослых, так и детей. В качестве обезболивающего применяют местную анестезию, закись азота или наркоз. Это зависит от сложности работы и самого пациента. Например, эту маленькую девочку лечат под закисью азота. Такой препарат по основам стоматологов абсолютно безвреден. Мы сегодня проводим закись азота ребенку. Ребенок в сознании полностью все слышит, все видит, немного расслабляется. Ребенок расслабленный смотрит мультик, а мы проводим лечение. Закись азота проводится детям, у кого выраженный рвотный рефлекс, а также дети, которые боятся лечить в обычном состоянии. Поэтому сейчас мы проводим закись азота именно такому ребенку, который тревожно боится. Лечение зубов очень сложный, иногда даже опасный процесс. Чтобы полностью предотвратить какое-либо возможное заражение, каждая деталь здесь стерилизована и лежит в отдельной упаковке. Смотрите, во-первых, как у нас их много, наконечников, потому что на каждого пациента используется отдельный. На каждого пациента используется все индивидуальное, отрезается, и потом, после использования, собирается и уходит на стерилизацию. То есть у нас нет возможности никаким образом кого-либо заразить. В современной клинике можно вылечить зуб любой сложности заболевания. В этом отношении, по словам пациентов, стоматология «Джентл Дентал» – одна из лучших в республике. В сложный случай у нас смежный пациент совместно под микроскопом, он проводит излечение инструмента сломанных. Служенность в чем отличалась? Прохождение канала невозможно полностью, потому что в канале сломан был инструмент. Был излечь под микроскопом, и при помощи инструментов он извлекает этот канал. Далее уже идет подготовка к протезированию. Протезирование тоже у нас различное, есть путем технического, а есть напрямую через цифровой аппарат, потом уже выпиливается на специальном станке и в течение 20 минут сканируется специальным сканером. Не нужны слепочные материалы. Все очень быстро делается. Все в этой клинике. Я здесь на протяжении всей своей жизни зубы лечу здесь. Здесь приятно находиться очень. Уже на протяжении 10 лет клиника Дентова оказывает стоматологические услуги, применяя новейшие современные технологии. Здесь можно вылечить любой зуб. При этом самое главное для успешного результата, по словам руководителя центра, это добрые трепетные отношения к пациенту. Сегодня я искренне считаю, что все, что я перечислила, цифровые технологии, мощное оборудование, богатая стоматология, это все хорошо. Но мне кажется, что медицина в целом, это не только про технику, это не только про аппараты, это про душу и сердце. Вот мы стоматология с богатой душой и с большим огромным сердцем. К нам на самом деле такие же пациенты тоже приходят. То есть вы прямо вот, сделав первый шаг, уже поймете, где вы оказались. Вы как будто бы приходите в гости к хорошим друзьям. Ну, по крайней мере, мне хочется, чтобы так было, чтобы это были ваши хорошие знакомые, хорошие друзья, люди, которые могут вам помочь оздоровиться, но при этом еще могут оставить такое приятное послевкусие. Люди, которым хотят вернуться. Стоматологическая клиника «Джентл Дентл» расположена в Махачкале на Нурадилово, 94 и Ломоносово, 15-Б. Они работают по будням с 9 утра до 19 часов вечера. Записаться на прием можно также дистанционно, по номеру телефона, через официальный сайт и социальные сети стоматологии. Хамз Нурмагмедов, Нурмагимед Магмедов, Мурат Бигбардов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Боксеры из Махачкала и Каспийска впереди остальных. Во дворце спорта имени Али Алиева завершился чемпионат Дагестана. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера страны Магомеда Магомедова. Обладателей 13 комплектов наград в течение недели определяли около 100 спортсменов. Тему продолжит Курбан Рагимов. Ему слово. Умение слышать подсказки тренеров – ключ к победе в любом бою. 19-летний Бижам Бижамов дебют во взрослой возрастной категории отметил золотом. В упорном финале воспитанник Махачкалинской ШВСМ имени Али Алиева был точнее боксера из Хасавирта. Пример старшего брата – вице-чемпиона мира Джамбулата Бижамова служит для молодого спортсмена настоящей мотивации. Мы спарринги делаем у меня много. Он на каждый поединок дал мне тактику и говорил, как работать. Не всегда это получалось у меня, конечно, но в целом, более-менее так мне брат подсказывает, он читает здесь каждого соперника. Самые сильные боксеры – это наши дагестанцы. Именно здесь конкурировать с ними очень тяжело. Я бы даже сказал, что за пределами Дагестана намного легче. Так что в целом я доволен своим выступлением, но есть много над чем работать. От участия в этих соревнованиях были освобождены медалисты прошлогоднего чемпионата страны. Они в составе сборной России проводят тренировочный сбор в Сочи. Пока отсутствуют лидеры команды, чемпионат Дагестана призван открыть новые имена. Мы с молодежью, много ребят, которых я не знал, не видел, вот только поднялись в этом году, в 2003 году. Хорошо себя проявляют. Ну и старики уже тоже держат сланку свою. Очень ровные бои, очень мне нравятся. И именно в этот момент, когда вот такие ровные бои бывают, обычно, обычно бокс такой более субъективный вид спорта. Обычно бывают такие спорные, скандалы. Но здесь, на мой взгляд, я еще не видел, чтобы какой-то бой куда-то ушел несправедливо. Максимально справедливо. И, ну, конечно, удивляет. Молодежка хорошая. У нас есть, это значит, что у нас есть будущее в боксе. Острая конкуренция и желание быть первыми. В течение недели на ринг выходили почти 100 мастеров кожаной перчатки. В заключительный день зрители увидели 13 финальных поединков. Лучшие боксеры представят республику на чемпионате СКФО. Соревнования стартуют ровно через месяц в Грозном. Очень хорошие конкурентные бои сегодня мы наблюдаем. Поэтому надеюсь, что нашу команду будут представлять самые сильные боксеры. Эти соревнования, это дает трамплин для того, чтобы они стали чемпионами России, чемпионами мира Олимпийских игр. Здесь мы наблюдаем за ними и будем корректировать, исправлять, чтобы они были на чемпионатах России уже еще лучше. Успешнее всех в Каспийске выступили хозяева ринга и столичные боксеры. У них по 4 золота. По одной медали высшей пробы у спортсменов из Избербаша, Хасавюрта, Буйнакска и Бабаюртовского района. Курбан Рагимов, Шамиль Курбанов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Смотрите нас на нашей странице в инстаграм, а также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok